Вы знаете, что теперь новая методика расчета тарифа позволяет нашим чиновникам поднимать стоимость оплаты за проезд раз в год. То есть теперь нас, как эту корову на замечательном плакате, будут доить раз в год. Если сегодня мы с вами не примем какие-то ответные меры. Хотя город, я еще раз повторяю, пассажиры уже голосуют ногами. Пассажиропоток упал, и мы не можем этого не замечать. И теперь вот эту вот дыру в бюджете, да, в 2 миллиарда рублей предлагают, наверное, нам с вами залатать. Мы очень недовольны этой реформой, потому что приходится отвлекаться, оберечивать людей, пассажиров наших любимых. И в итоге получается, что опаздываем. Количество автобусов сократилось. Также остановки некоторые убрали. Это привело к неудобству для пассажиров. Многим приходится ездить с пересадками. Увеличилось время ожидания автобусов. Жители в целом не увидели никаких улучшений после этой реформы. Как до реформы было в час пик, невозможно было зайти в салон автобуса с коляской. Так и после реформы стало еще хуже даже не подойти к остановке. И надо, мне кажется, уже не просто вот так собираться и разговаривать об этом, потому что об этом никто не узнает толком. Нужно писать письмо с правительства и прямо по автобусам ходить, потому что где заинтересованные люди в транспортных вопросах? Это в автобусе едет человек, и он сидит в своей копейке, считает и нервничает. Как я вообще выжил? Хватит ли на хлеб и на еду? Я хочу, чтобы люди ездили в автобусе свободно, чтобы за то, что человек, даже если у него что-то получилось не так, может быть где-то он неправильно проехал, не оплатил вовремя проезд, чтобы не вызывали ОМОН, не вызывали каких-то разгвардейцев, чтобы этого человека не выволакивали. Вот у парня, вот тут я вижу плакат, тут написано «нет зайцев городских автобусов». Таких и не будет, если будут правильно ездить кондукторы, если на каждом автобусе будет кондуктор. Не будет зайцев. Зайцы появились, потому что неправильно принято Анатолием Путином решение вывести кондукторов. Вот откуда зайцы появились. Зайцы не просто так родились. Это родила их транспортная реформа, в которой просто выкинули кондукторов. Мы требуем отменить решение Пермской городской думы и наложить мораторий на повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте, пока не будет пересмотрена методика расчета тарифов и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы. Второе. Сделать публичными все документы, на основании которых принималась методика расчета тарифов. Третье. Создать, собрать, созвать совет, комиссию, круглый стол для обсуждения стратегии развития транспортной отрасли с участием экспертов, предпринимателей, общественности, депутатов, чиновников и так далее. Мы требуем отставки Анатолия Путина. Насчитаем, что он не справился за 4 года с своими обязанностями. Также мы требуем отставки Эдуарда Хайрулина. Пускай еле к себе обратно в Москву и там заводят свои порядки. И требуем объявить вотум недоверия депутатов, проголосовавшим за новый тариф. Кстати, сегодня была только фракция КПРФ, да, другие, в общем-то, постеснялись, видимо, сюда к нам подойти. Итак, друзья, голосуем за резолюцию, поднимаем руки, кто согласен с нашей резолюцией. Прекрасно, друзья мои, практически единоглавные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...